Мы вновь в студии с историком Романом Жигуном. Мы говорим о том, что происходило в момент острейшего кризиса в отношении нас и западной системы, Соединённых Штатов, который грозил перерасти в ядерную войну в кинематографе. И перед тем, как отдать Роману слово, опрос продолжается. Ультиматум, которого с нас требуют англичане. Чего делать? 5-5-3-3-вести. Т-1. Ну, в рамках ответа запорожцев турецкому султану, исходя из огромных, десятков, миллионов людей, возможностей по знанию имя английского языка, во-первых, и компьютерной грамоте, во-вторых, ну, пусть народ ответит, если хочет. Т-2. Да просто пожать плечами и отреагировать. Не реагируя, как мы, в общем-то говоря, видимо, делать и будем. Т-3, ну, в рамках обычного для Советского Союза жёсткого ответа, там, с перенаправлением соответствующих средств поражения по соответствующим районам дислокации вероятного противника. Тоже бывает. Хотя мне ещё вспомнилась одна смешная фраза из песни Семёна Слепакова «Разговор мужа с женой», где написано «Сама дурак». «Сама козёл», помните? Удивительно. Нет. Было такое, было, да. А зачем привёл друзей и пьяниц домой? Ну, «Сама козёл», видимо. Вот это очень характерно для правительства, в которой вроде как бы и дамы занимают пост премьер-министра, что вот как-то и не дамы они вовсе, а какие-то вот как у Слепакова в песне. Ром, вам слово. Спасибо. Вообще, я подумал, что нужно сделать очень важную оговорку. Говоря об режиссёрах американского антивоенного кино, мы, разумеется, не ставим перед собой задачи слепить из американцев тогдашнего разлива какого-то большого голубя мира. Наоборот, нам интересны исключения, интересны исключительные случаи, которые всегда привлекают внимание. И это относится к любой исторической эпохе. Потому нам, наверное, так интересна судьба бывшего солдата Вермахта, который получил звание Героя Советского Союза, это Фриц Шменкель. Почему? Потому что это случай исключительный. И говоря об этом случае, мы же, разумеется, не возвеличиваем солдат Вермахта. Ни в коем случае. Я не очень понимаю, как в кинематографе, в Голливуде, после жутчайшего маккартистского погрома, который был очень сильно направлен на любой позитив к Советскому Союзу, такие вещи могли быть сняты, тем более показаны. Высшему руководству показаны. Хорошо, я могу объяснить. Это же было вот вчера. Дело в том, что в развитии кино зачастую один год имеет большое значение. И уж тем более пятилетка. Конец 50-х годов – это время кризиса Голливуда. Он был обусловлен двумя причинами. Первая причина – это развитие телевидения, которое отвоевывало плацдармы у Голливуда. С другой стороны, классический Голливуд с его чисто голливудскими сюжетами и кинематографической эстетикой американской послевоенной молодежи набил оскомину. И уже с конца 50-х американская молодежь всерьез увлекается европейским кино. В первую очередь итальянским и впоследствии французским. Французской новой волной. Хотя, как ни парадоксально, французская новая волна во многом выросла из Альфреда Хичкока, который снимал в Соединенных Штатах. Такой круговорот идей в природе. Но так или иначе, проваливаются к концу 50-х многие чисто голливудские кинокартины. Например, гигантский Пеплум. Пеплум – это жанр в кино Клеопатра. И нарождается такой жанр чисто авторского кино. И надо отметить, что Стэнли Крамер, он снимал именно авторское кино, он занимал одновременно должность режиссера и продюсера. И над ним не было продюсера, который бы сказал ему, что нет, это не годится, это не годится, добавь любви, убери пессимизма и пришей хэппи-энд. Никто ему такое сказать не мог, поскольку он сам занял должность продюсера. Конец 50-х – это время, когда нарождается так называемая американская новая волна. Это европейский термин, американцы это называют новым Голливудом. И это, конечно, всё выльется в замечательные кинокартины в 60-е годы, очень неформатные для тогдашнего американского общества. Это, например, выпускник. Это упомянутый «Угадай, кто придёт к обеду». Это очень интересный кинематографический эксперимент в Сиднеплока под названием «Пловец» с Бертом Ланкастером в главной роли. Это удивительный фильм, который прославил Джека Николсона под названием «Пять лёгких пьес». Это то время, когда действительно американские режиссёры получили больше свободы и стали снимать по-настоящему авторское кино. В силу того, что классические для «Фабрики грёз» жанры, выполненные в классическом голливудском стиле, стали терять популярность. Так что 59-й год, в принципе, это на какой-то период времени начало конца классического Голливуда, который, тем не менее, потом всё равно вернётся и отобьёт свои позиции. Что касается фильма «На берегу» Стэнли Крамера, то закончить, наконец, рассказ об этом фильме, мне бы хотелось цитаты упомянутых братьев Стругацких. Вот Борис Стругацкий в своих комментариях к Пройденному пишет. «Фильм этот сейчас почти забыт, а зря. В те годы, когда угроза ядерной катастрофы была не менее реальна, чем сегодня угроза, скажем, повальной наркомании, фильм этот произвёл на весь мир такое страшное и мощное впечатление, что в Организации Объединённых Наций было даже принято решение показать его во всех странах одновременно. «Фильм этот нас... Фильм нас буквально потряс. Картина последних дней человечества, умирающего, почти умершего, медленно и навсегда заволакиваемого радиоактивным туманом под звуки пронзительно печальной мелодии «Танцующая Матильда». Напомню, именно под впечатлением от этого фильма братья Стругацкие написали «Далёкую радугу». Очень печальная вещь. Очень печальная вещь. Итак, а что было после Карибского кризиса? Прошёл октябрь 1962 года. Человечество взглянуло на бездну, а бездна, говоря языком немецких философов, взглянула на человечество. События Карибского кризиса нужно было как-то отрефлексировать в кинематографе. Вообще, кинематограф часто становился в разных странах психологической терапией, которая позволяла осмыслить трагический опыт. Если брать американское кино, о котором мы говорим, то осознать трагедию вьетнамской войны было бы невозможно без кинокартин «Охотник на оленей», «Взвод» Ольвера Стоуна, «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика или «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Коппола. «Охотник на оленей» — это я не упомянул, это замечательный американский режиссёр Майкл Чимина. Туда же можно добавить фильм «Военные потери» Брайана де Пальма. Вот без всего этого и, может быть, без таксиста Мартина Скорцезе вьетнамскую катастрофу осознать было бы невозможно. Итак, какие американские фильмы позволили вынести уроки из ситуации, которая чуть не погубила человечество? Ситуация вновь в кинематографе очень интересная. Два великих американских режиссёра на перегонки стали снимать, независимо друг от друга, по своим собственным сценариям, два фильма с абсолютно идентичным сюжетом. Одна и та же идея двум великим американским режиссёрам пришла в голову одновременно, и решался вопрос, кто быстрее выпустит фильм. Первым был Стэнли Кубрик со своей кинокартиной «Доктор Стрэнджелов» или «Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». Именно этот фильм Ольвер Стоун показывал Владимиру Путину. А вторая кинокартина, которая вот немножко опоздала на несколько месяцев, вышла второй и оказалась в тени у доктора Стрэнджлова. Это не менее великолепный фильм под названием «Fail Safe», у нас переводится «Система безопасности», замечательного режиссёра Сидни Люмета. Это всё 1963 год. Сюжет обеих кинокартин, повторюсь, одинаков. В силу определённых обстоятельств без ведома американского президента американская стратегическая авиация летит уничтожать стратегические объекты на территории Советского Союза с применением ядерных бомб. В силу шпиономании, породившей сложнейшие технические системы защиты, даже сам американский президент, узнав о том, что американские самолёты летят бомбить Советский Союз, не может их отозвать. Сама система безопасности, настроенная на борьбу со шпионами, не даёт ему этого сделать. И единственная, пожалуй, разница между двумя этими кинокартинами — это стиль. Дело в том, что стиль Стэнли Кубрика — это очень яркий политический гротеск. Его фильм — это такой трагифарс, абсолютно абсурдный. Там совершенно абсурдистские герои и абсурдистские ситуации. Согласно сюжету фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлова», американские самолёты были посланы американским генералом ВВС с говорящей фамилией Риппер, потрошитель, который был убеждён в том, что Советский Союз не даёт ему реализоваться как мужчина. Что же касается фильма Сидни Люмета, то он, наоборот, придерживается максимального реализма, нотурализма. Там американские самолёты летят изначально в силу технического сбоя, и там максимально чётко и правдоподобно развиваются характеры персонажей, которые оказались в этой кризисной обстановке. Сейчас у нас минута погоды, а потом продолжим. Хотя, говоря по чести, я не очень понимаю, что в такой ситуации можно сделать. Вот у нас только что Трамп был и тема Северной Кореи. Врезали бы по этой Северной Корее, мы были бы как раз вот внутри сценария. Что-то опять случилось у нас, господи. Президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря США Тилерсона, Рекса Тилерсона, с поста главы Госдепа. Его заменит директор ЦРУ, сообщает Вашингтон-Пост. Пока каких-то других комментариев нет. Может быть, что-нибудь скажете, Сергей? Ой, господи, Евгений Янович, на этот счёт. Ну, поскольку мы все знаем, что президент Соединённых Штатов является агентом Российской Федерации, то, видимо, Рекса Тилерсона уволил лично Владимир Владимирович. А за что? А это к Лаврову. Вот бегал он от Лаврова, вот за это и уволили. Ребят, ну мы живём в сюрреалистическом мире. В интересное время, да, согласитесь, мы живём. С учётом того, какие там мозги в голове у директора ЦРУ, насколько я могу судить по его рассказам о Ближнем Востоке, там тоже всё ещё не закончилось. Разводим руками. Ром, вам слово. Мы прям живём вот в этих сюжетах, о которых вы повествуете, к сожалению большому. Более того, последний фильм, который мы сегодня упомянем, он как раз рассказывает чуть ли не про сегодняшний день. Но сейчас мы говорим о двух кинокартинах, которые снимались одновременно, независимо друг от друга, с одинаковым сюжетом. Доктор Стренджев, или, как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Стэнли Кубрика, и Система безопасности Сидни Люмита. Первый фильм был политическим фарсом, второй фильм был очень серьёзным политическим триллером, однако их сюжеты почти идентичны один другому. Следует выделить характерные черты, которые очень любопытны нам, как исследователям. Дело в том, что согласно сюжету, очень быстро оказывается, что американскому президенту в этой кризисной обстановке гораздо проще разговаривать с своим советским коллегой, когда он выходит на прямую связь, чем с собственными советниками и генералами. И очень интересно, что и в том, и другом фильме показаны вашингтонские ястребы, горячие головы американской военщины. И вот в этом отношении, скажем так, доведённый до абсурда образ у Стэнли Кубрика и, казалось бы, реалистичный образ у Сидни Люмита оказываются одинаковыми. То есть совершенно одинаковыми. Так и у Трампа сейчас то же самое похуже. Получается, что карикатура Стэнли Кубрика ничем не отличается от реалистичного портрета Сидни Люмита, когда они говорят о вашингтонских ястребах. И ситуация парадоксальная. Когда вот-вот начнётся ядерная война, договариваться надо было и раньше, сейчас уже цитнут. Американскому президенту проще всего говорить с советским коллегой, а не с собственными советниками. И тут как раз показан достаточно сильный страх перед собственной американской военщиной. Какой я бил герой галактики Гарри Гаррисона вспоминаю. Гаррисон в армии отслужил, после этого стал серьёзнейшим антиармейски настроенным человеком. Так бывает. Какие ещё страхи сублимированы в этих двух кинокартинах? Ну, во-первых, в самой первой очереди страх перед утерей контроля. Это как раз то, что случилось во время Карибского кризиса. Ведь понятно, что ни Кеннеди, ни Никита Сергеевич Хрущёв, они же не хотели начала ядерной войны. Но ситуация сама была доведена до той точки кипения, когда от персонального желания не начинать войну Кеннеди или Хрущёва зависело далеко не всё. Война могла начаться просто по инерции. И согласно сюжетам обеих кинокартин, нежелание начинать войну ни у американского президента, ни у советского лидера уже не имеет никакого значения. Потому что если хотя бы одна атомная бомба упадёт на территорию Советского Союза, Советский Союз не сможет не ответить. А США не смогут не ответить на ответ. Вот в этом трагизм ситуации контроль утерян. И постоянно говорится о том, что договариваться надо было раньше. Поздно разговаривать, когда Бигфордов шнур уже подожжён. Хотя именно это пытаются делать американский и советский лидер. Поздно пить боржоми, когда пучки отвалились. И третий страх, который сублимирован в этих кинокартинах, мы его уже упоминали, это страх перед бездушными вычислительными системами, которые самому американскому президенту не дают отозвать собственные самолёты. Отмечу любопытный момент. Как я уже говорил, фильм Стэнли Кубрика вошёл в классику. Классики мирового кинематографа, фильм Сидни Люмитта, также абсолютно великолепный, оказался в тени. Но у фильма Сидни Люмитта появился ремейк в 2000 году. И это интересно не с точки зрения политики, а с точки зрения кино. Ремейк фильма «Система безопасности», снятый в 2000 году, представлял собой фильм, который был поставлен в прямом эфире. Причём это была не телепостановка, а действительно серьёзный, полноценный фильм. Но он снимался и демонстрировался одновременно. Как в театре, но при этом не одна сцена, а много сцен. Там репетировали гораздо дольше, чем снимали. Это просто такой штрешок к истории кино. Но, к слову, и у фильма «На берегу». Как раз-таки в Австралии появился ремейк. Не смотрел. Посоветовать или, наоборот, отговорить от просмотра не могу. И говоря вот о Дональде Трампе и сегодняшней ситуации. В 1964 году тоже замечательный американский режиссёр Джон Фрэкенхаймер выпускает фильм под названием «Семь дней в мае». Согласно сюжету этой кинокартины, к власти в США приходит президент-миротворец, который всей душой желает установить прочный диалог с Советским Союзом. Это вызывает... Я прошу прощения, тут приходят прямо интересные сообщения. Естественно, из твиттера Дональда Трампа всё самое интересное сейчас. Майк Помпео, директор ЦРУ, теперь станет новым госсекретарем США. Трамп уверен, что он сделает фантастическую работу, будет делать, сам так пишет. Благодарит также Дональда Трампа Рекса Тилерсона за его службу. И также он говорит, что впервые в истории США ЦРУ возглавят женщины. Её зовут Джина Гаспел. Она сейчас занимает пост заместителя. Вот. Это пока всё, Евгений Анатольевич. Прошу прощения. Но поскольку это не моя тёща, на что я мог бы рассчитывать... А как бы было хорошо, Евгений Анатольевич, да? Да, конечно. Вернёмся к кинематографу. Ну, у нас заканчивается время, и я потихонечку подвожу наш рассказ к логическому завершению. Согласно сюжету кинокартины «Семь дней в мае», американские спецслужбы вместе с реакционной частью американского генералитета устраивают путь против собственного президента, поскольку они крайне раздражены тем, что тот решает установить диалог со своими советскими коллегами. Они его называют чуть ли не советским агентом. И сюжет, который развивается в течение семи дней, рассказывает о том, как здравомыслящий генерал в исполнении блистательного Кирка Дугласа, которому сейчас уже больше ста лет, он до сих пор жив, пытается спасти американского президента от этого путча. И следует отметить, вот что было в этих трех упомянутых кинокартинах «Доктор Стрэнджелов», «Система безопасности» и «Семь дней в мае», чего не хватает сейчас, может быть, американцам. Вот во всех этих трех кинокартинах сохраняется вера в собственного президента, потому что во всех трех кинокартинах президент США самый здравомыслящий человек, который не хочет войны, хочет диалога. И каждый режиссер верил в то, что американский президент, избавившись от своих воинствующих советников, может установить мир. А вот сейчас мы не видим такой вот веры в собственного президента, который демонстрировали в 60-е годы американские кинематографисты. Дело в том, что это старая, для нашей страны вообще характерная тема. Царь хороший, бояре плохие. Америка помоложе, фольклор у них тоже помоложе. И не было того печального опыта, который мы получили за столетие истории до возникновения Соединенных Штатов Америки. сегодняшний Трампа миротворцем точно назвать нельзя. Я вспоминаю странным образом Библию. Блаженны миротворцы, ибо не ведают, что творят. Это какая-то переработка, да? Это не переработка, это чистой воды первоисточники. В данном случае у нас и Обама был такой миротворец, что Ливии не осталось, и потом поток пошел на Европу. У нас и Трамп такой миротворец, что на грани ядерной войны Северной Кореи. То есть как-то с миротворчеством у ребят ужасно тяжело. То есть все их начальники продолжают их не любить. И как бы сказать по-русски говны они, конечно, собачьи. Но вот и те, кому они мешают, почему-то безумной симпатий не вызывают. Ну, может, мир так эволюционировал. С нами был Роман Жигун. Мы говорили об истории американского кинематографа времен тяжелейших кризисов, в том числе ядерных, в отношениях к Советским Союзом. Спасибо. Спасибо.